МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я тут недавно посмотрел видео одного чудака из Азербайджана. Ну, выслали мне, иначе я бы даже внимания не обратил. Да и вообще стараюсь отвечать только равным себе, а не фрикам. Но тут решил не столько ответить ему, сколько обратиться к моей азербайджанской аудитории. Все же теплится надежда, что не все так запущено с наукой в этой стране. Честно говоря, я уже видел ранее вырезку этого чудака, который оболванивал своих зрителей тем, что Петр Первый говорил и вел переписку на азербайджанском языке. Понимаете, да? То есть мы имеем дело не просто с человеком альтернативной историей и теорией заговоров, но с типично больной особью. Я не психиатр, чтобы ставить диагнозы, но как дипломированный психолог по своей второй вышке, однозначно могу сказать, что этот человек бредит. И это даже заметили ряд его зрителей, которые решили высказаться о сказанном этим академиком Академии наук имени всех альевых вместе взятых. Уважаемые азербайджанцы, вам не стыдно за него? Ведь достаточно послушать подобных особей, и становится ясно, что вас дурачат. Ведь вы наверняка пользуетесь компьютером, интернетом. Сейчас даже книжки не нужны, чтобы понимать степень одурачивания. Раз вы здесь и сейчас смотрите мой выпуск, то вам ничего не стоит вбить в окошки гугла какие-то мои слова, чтобы проверить на достоверность. Так же сделать можно, когда ваши соотечественники несут бред. Проверить источники, откуда этот бред. Какой проблем есть? Причем, в отличие от меня, этот бред Муэ Алим показывает на пальцах. Глядит в бумагу, зачитывает текст, от какого-то нейтрального якобы историка, и сам вставляет туда термин азербайджанцы. Типа, как писал Мор, в древнем мире азербайджанцы делали то-то и то-то. Так ты покажи этот текст, чтобы все видели, что он именно так и написал, что это именно азербайджанцы. Вот я, когда цитирую кого-то, я показываю издание, название, автора показываю. Когда вышла книга и цитирую, показываю всем то, что я цитирую. Да, я подтверждаю, что раньше 20 века у вас в истории не было государственности, что об азербайджанцах не писали средневековые историки, а уж античные и подавно, что не найдете ничего подобного. А если находите, то покажите, что читаете. А то впариваете мне рублевый пучок петрушки за 10 рублей и громко пишете ответ антитопору. Бастит, да? Олмазахар. Теперь хочу уже обратиться к этому Муалиму, или как его там, академику, я не знаю, академик он или нет. Надеюсь, что нет. Я оскорблять тебя не буду, как ты пытался это сделать, ибо если я пойду таким же путем, то значит опущусь до твоего уровня. Я лишь поправлю тебя в некоторых вопросах, а заодно пусть твои соплеменники послушают. Итак, Муалим, вы противоречите самому себе. То, говорите, Петр Первый армян импортировал из Индии, то, говорите, Геродот говорил об армянах до нашей эры. То есть нет логической цепочки. Объясняю, в чем твои провалы. Вот ты через каждое слово ядовитый говоришь армяноиды, эти армяноиды, ну и так далее. Армяноиды, армяноиды, постоянно армяноиды. Если бы ты хоть малость разбирался в истории, то понимал бы, что армяноидами, как раз таки, вот этим термином, ты спалился. Потому что если заглянуть во все словари и справочники мира, то можно этим поставить точку над вопросом Чайкарабах. А в них написано. Переднеазиатский вариант Балкана кавказской расы, входящий в большую европеоидную расу. Кроме характеристики, в конце написано главное. К армяноидной расе относятся часть населения Передней Азии и Кавказа, армяне. Далее, в другом источнике. Армяноидная раса, переднеазиатская раса, выделяется некоторыми антропологами в составе большой европеоидной расы для населения Армении, прилегающей части Малой Азии, а также Сирии. Характерный обильный рост бороды у мужчин, выпуклая спинка носа, уплощенный затылок. А еще вот. Армяноидная раса, иногда ассероидная раса, переднеазиатская раса, антропологический тип, вариант Балкана кавказской расы, входящей в большую европеоидную расу. Распространен по всей Евразии с большей концентрацией в Малой Азии, а также в Армении, Сирии, Ливане, редко в Грузии. Главными современными представителями данного типа являются армяне, ассирийцы, в меньшей степени восточные субэтнические группы грузин. Иначе говоря, армяноидная, она же ассероидная раса, ассероидная, там над этим термином прошел тоже вымыслы свои придержать, ассероидная значит ассирийская, ассирийцы. Так вот, ассероидная раса не только названа в честь древних народов региона, армян и ассирийцев, но и четко характеризует, где рождены они. Их ареал простирается от гор Малого Кавказа, Северный Арцах, как говорится, еще Карабах, и далее на запад вдоль всего Армянского Нагоря, о котором и Геродот писал, и Страбон писал. Поэтому армяне тысячелетиями у этих склонов жили и живут. И в их честь и раса названа, и горная цепь армянская Нагоре. Все свое собственное, как видите. Так кто кого импортирует и откуда? Я понимаю, что ты не русский, и я тоже, но людей не импортируют и не экспортируют. Импортируют товары. Мал, мал, знаешь, знаешь, что такое мал на вашем языке? Может, так поймешь? Так вот этот мал импортируют и экспортируют. Вам бы и этого не знать. Но не виноваты мы, что нет озероидной расы и Азерского Нагорья. Адресуйте эти вопросы своим селекционерам в Москве и Анкаре. Почему они не додумались, когда создавали вас из разных тюркских огусских племен в 20 веке? Да, кстати, лично ты не стесняешься, а гордишься, что твои предки огузы-кочевники. С одной стороны, да, похвально, но снова противоречия. Снова загляните в словари и справочники, кто такие тюрки огузы и откуда они прибыли в Закавказье и на Анатолию. Родина Центральная Азия. Конкретно Мангошлаг и Усти, Рекс, Рдарья и Амударья. Это далеко от Куры и Аракса. И это тоже не я сказал. Об этом говорит любая тюркология. Любая тюркология. И то, что Карако-Юндлу это туркмены и туркменская династия. И если вы ее присваиваете себе, то честно и признайтесь, что ваши предки туркмены. Какие проблемы? Да, при этом и Арцах, и Азербайджан станут, правда, не вашими историческими землями. Но зато вдоволь будете гордиться. Кто считает, что империя Карако-Юндлу является их собственной, добро пожаловать в Среднюю Азию, в Туркменистан. Впрочем, здесь так и написано. Вот, гляньте на вот эту вот таблицу. Здесь написано, что империя Карако-Юндлу, туркменская империя Карако-Юндлу, и вот эта вот башня является наследием эмира. Это сад Эмир-Огл, 1413 год. Вот это самое наследие. Кстати говоря, одно из немногих сохранившихся из династии Карако-Юндлу, который находится сейчас вот в Ереване, и под эгидой туркменского посольства в Ереване. Вот здесь есть сад небольшой. И, значит, сейчас я вам покажу. Тоже из того прошлого вот этот баранчик, вырезан из камня со времен Карако-Юндлу. Ну и надпись, соответственно, на армянском языке. Наверху здесь на башне надписи на арабском языке. Отсюда плохо видно, но, скорее всего, это аят из Корана. Вы из династии Карако-Юндлу. Вперед, Туркменистан! Далее ты оставил открытым вопрос. Если армяне автохтонны Армении, то почему Петр Первый сказал армян, как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда? Видите, я даже выучил. Я вот только не понял, он это на азербайджанском сказал или нет? Видимо, по-русски, раз ты не понял. Понимаешь ли, в чем дело? Петр Первый правил Россией с 80-х годов 17 века до 1725 года, покуда не умер. При нем за Кавказье еще не было частью России. Оно было под Персией. Петр Первый априори не мог импортировать армян из Персии в Персию. Персия это не персики, если что. Это Иран так назывался. Что касается указа Петра Первого, то он имел в виду Санкт-Петербург, свою новую столицу. В то время и до Петра из Персии в Россию приезжало много мастеровых армян. Это храмовые художники, купцы и прочие. Например, Богдан Салтанов, главный художник оружейной палаты. Был ты в этом музее в Москве, кстати? Зайди, глянь. Там много его работ. Богдан Салтанов был армянином из Персии. Занимался иконописью. Это 1660 год. Настоящее имя Асфа Сатур Салтанян. Также лазаряны, выходцы из Персии, что открыли в Москве Первый институт восточных языков. Так сказать, предтечи нынешнего МГИМО. И многие, и многие другие. Вот узнав о том, что армяне люди мастеровые и талантливые, Петр Первый издал указ для большего их приезда в Россию, в Санкт-Петербург. Так что моих соотечественников в Россию официально пригласили. Армян в Россию изначально официально пригласили. А кто вас звал сюда при вашей нефти там? Большой вопрос. Правда ли? Так что учи матчасть, Меолим. Поехали дальше. Что касается Великой Армении. Есть сотни исторических карт. Они в открытом доступе, на разных языках. Составлены самыми известными картографами Древнего мира и Средневековья. Это не самый сдат какой-нибудь, типа ваших там карт. Эти карты можно увидеть где угодно. Этими картами пользуются все историки. Мира. То есть они в доступе. Отцами основателями географических, исторических карт от Китая до Европы и Ближнего Востока они были созданы. Открывайте и смотрите на Великую Армению. На Малую Армению. На просто Армению. На армянские царства Багратидов, Ервандидов, Арташисидов, Аршакидов и так далее. Карты Кунь-Юй-Ваньго-Тьюанго. Карты. Это китайский картограф. Карты Алидреси, Перирейса, Анаксимандра, Гекатея Милецкого, Геродота, Эратосфена, Птолемея. Все эти карты имеются. Они в широком доступе. Вы только вбейте вот эти имена, которые я сейчас перечислил. И вы посмотрите, вылезут их карты. Неужели вы и впрямь думаете серьезно, что они по заказу армян эти карты составляли. Все эти античные и средневековые люди. Так что можете смотреть. Вы чего голову морочите своим детям? Армения на этих картах немаленькая. Лупа вам для этого не нужна. Да и глаза у вас уже давно не монголоидные, а скорее арминоидные. Так что своими арминоидными красивыми глазами можете четко найти там Армению. Ровно там, где она есть и сейчас. Только в более малых размерах. Да, кстати, по поводу турок. Вы с ними такие же родственники, как я с русским. Но учитывая, что ты не особо разбираешься в расах и этносах, скажу на твоем языке базарном. Вот картофель. А вот сладкий картофель, батат. И один, и другой картофели. Но они даже близко не родственники. Картофель родственник помидору. Так как они оба из семейства посленовых. А сладкий картофель из семейства венковых. Понял разницу, да? Это тебе может быть пригодится, мало ли. Потому что, возможно, по первому или по второму образованию ты продавец какого-нибудь рынка. Мало ли. Или если не тебе, то твоим соотечественникам некоторым. Все-таки теория базара торговли тоже нужна. А не только практика. Вот вам заодно, видите, как и урок биологии провел. Далее по поводу того, какие вы воины. За всю вашу недолгую историю у вас были всего две войны широкомасштабные. Одну вы прокакали в 90-х. Вторую частично выиграли с помощью Турции. И то какие-то определенные территории. И с большими, очень большими, я бы сказал, даже потерями. Учитывая, что там вот такой вот маленький Арцах с небольшим населением воевал. Ну, плюс там из Армении. Да? Портреты и количество шахидов на ваших площадях тому подтверждение. То есть я здесь тоже ничем не лукавлю, нигде ничего не преувеличиваю. И это при том, что армяне буквально голыми руками воевали с вашими байрактарами. А теперь представьте, если бы у армян было столько оружия. И такой же, столько оружия, сколько у вас, да? И такой же надежный союзник, как у вас был. Страшно, да? И вы это знаете, поэтому быстро побежали подписывать с турками военно-стратегический союз. Также, какие вы воины подтверждают любые уроженцы Азербайджана, жившие там в советские годы. Откупали вы своих сыновей от армии так, что военкоматы трещали от купюр. Самая престижная служба была у офицеров служить в военкоматах Азербайджанской ССР. Также, какие вы воины, говорят герои СССР времен Великой Отечественной. Вас по численности в три раза больше, чем армян. Но героев СССР в два раза меньше. Я уж не говорю, что армяне превосходят в героях и других стран мира. Россию, то есть герои России, Украины, Франции, Соединенных Штатов, Аргентины. Но последние страны, понятно, у вас нет диаспоры такой, как у армян. У вас эмигранты и дети больших начальников за рубежом живут и учатся. Также вы не воины, потому что этимология вашего языка игнорирует воинство. В вашем языке присутствуют родные слова, как лошадь, ад, козел, кечи, гоюн, баран, стадо, сюрю, пастбище, отлак. Но касаемо вооруженных сил, у вас сплошные заимствования. Орду от монгольского орда, армия. Да? Аскер от арабского аскер, солдат. Да? Офицер забит от арабского забит. Оружие в селах от арабского селя. Защита мюдафия от арабского мудафия. Так что, академик Джан, не тебе говорить об армии, да и вообще не тебе рассуждать об истории. По той простой причине, что у тебя нет ни чести, шаряф, ни ума, агыл, ни совести, Вичдан. Шаряф и агыл из арабского, а Вичдан персидское. Теперь ты понял, что у вас даже нет своих слов честь, ум и совесть. Так что, будь здоров!